По словам местных жителей, в парке на улице Беляковой жила большая популяция грачей. 8 марта люди обнаружили, прогуливая здесь тела мертвых птиц и забили тревогу. Причин может быть несколько. Вероятнее всего мы подозреваем отравление, потому что местные жители обнаружили зерно и хлеб. Раньше подкормка грачей здесь никогда не проводилась, поэтому есть вероятность, что это отравленное зерно. 9 марта мертвых грачей вывезли из парка Дягилевского военного городка. Куча с рассыпанным зерном, которые могут служить причиной массового отравления пернатых, здесь остались. Могут также отравиться кормами зерном, протравленным, например, на полях, где они кормятся, или отравленными грызунами, с которыми борются на полях. Может быть также инфекция, которую они могли принести с южного зимовки со своей. Такое тоже нельзя исключать. Ну и существует такое движение краухантера, которые борются. В общем-то, в том числе это может быть и их работа. Орнитологи считают, что случаи гибели птиц в Дягилево и на третьем Барковском карьере не связаны. Напомню, что тогда инцидент произошел в ноябре. На третий Барковской карьер выезжали работники городской ветстанции. По результатам вскрытия чайк специалисты предполагали, что птицы погибли от остановки сердца ввиду острой сердечной недостаточности. Каждый из этих случаев надо рассматривать отдельно. Если только будут непровержимые доказательства того, что это все взаимосвязано, тогда их рассматривать как единое целое. Но на карьере было установлено, что чайки были застрелены, то есть были проводены вскрытия в лаборатории. И мы осматривали многих чайок. Но это был единичный случай. После этого в дальнейшем этого не отмечалось. Мы подали заявление в природоохранную прокуратуру. И поэтому в факту проводится проверка. Что касается истории с мертвыми птицами в парке Дягилевского военного городка, то по мнению орнитологов, грачи могли отравиться. Местные жители предостерегают всех гуляющих с собаками. Быть особенно внимательными, потому что кучи с рассыпанным зерном остались в парке. Отравлено оно или нет, пока не ясно. Результатов еще нет. Тем не менее, осторожность при прогулке в парке не помешает. Олеся Котровская, Горьклотов, телекомпания «Город».